Я рад приветствовать вас на телеканале «Инпакт». Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». И я благословляю вас с именем Господа Иисуса Христа. Очень хорошо, очень правильно. И очень своевременно вы сделали тем, что присоединились к нам сегодня. Я имею сегодня интересного собеседника, пасторя Василия Пархатюка. Пастор Василий, приветствую. Мир тебе и всем. Прекрасный город Трай-Сити, так называемый. А Сакраменто куда прекраснее? По погоде. По погоде тепло. Ночью 34 было сегодня. Нас ниже. Вас ниже было. А в Спакене вот рядом два дня там у нас снег выпал, да? Да. То есть, но тем не менее, нас разделяют расстояние час-полтора полета и практически… Велкам бэк, пастор Василий. Велкам бэк. Спасибо за возможность. Во-первых, как служение, как церковь. Идут конференции, приближаются конференции. Ежегодная конференция. Да. Рейс-то-делевер. На одной из них я был. Были свои плюсы, были минусы. Это было, по-моему, позапрошлым. Но это было не рейс-то-делевер. Это другая. Это было другая. Это то, что вы делали на базе церкви. Да, да, да. То есть, вы планируете продолжать такого рода конференции? Потому что вы и другие, обо них мы будем говорить, вы другие начали конференции также. Да, мы будем продолжать то, что уже вот это будет четвертое, а с перерывом-то это будет пятое, потому что там был пропущен один год. Рейс-то-делевер в нашем русском переводе «поднимать, чтобы освобождать» или «поднятые», или «поднятые, чтобы освобождать». Мы стараемся это больше приблизить к самому наименованию эту конференцию, чтобы делать такой клич в сегодняшнее время, чтобы приходили люди, которые могли бы быть поднятыми, призванными, увидеть, быть просвещенными, узнать, есть ли Божье призвание в их жизнь, чтобы стать служителем, открывать церкви, церкви проповедовать Евангелие. Ну, исходя из прошедших конференций «Рейс-то-делевер», пастор, ты можешь сказать, что есть большой интерес, особенно со стороны молодых людей, или есть интерес, или есть резонанс? А ну-ка. Значит, всякому началу, то есть всякому движению есть начало. И оно, как всегда, начало бывает хрупкое, с какими-то еще трудностями, но в нашей церкви это оправдало себя. Мы состоялись и сейчас церковь на английском языке, а за время нашей истории в нашу церковь никто не перешел из славянских церков, ни один человек. Ваша церковь растет за счет места англоязычных, испаноговорящих? Да, да, да. Американцы, из черной. Сейчас мы ведем служение в два потока, потому что в один поток не помещаемся. Первый поток в 9 часов, второй в 12. И эти конференции «Рейс-то-делевер» дали для нас уверенность и оправдались в том, что открылась на новом месте церковь. Даже при каких-то сопротивлениях, недовериях, недопонимании братьев думалось, правильно ли будет или получится ли это. Но мы смело сейчас говорим, что это получилось, Бог спасает людей. Практически мы ожидаем, и что случается сегодня, в каждое служение выходят новые люди на покаяние. Это в вашей церкви? Да. Это вот завтра... Завтра среда? Нет, завтра. Воскресенье будет второе крещение. В ближайшем воскресенье. Воскресенье будет второе крещение в этом году. А вот, может, за три месяца это третье крещение. То мы будем продолжать, и эти конференции мы хотим вынести, и это уже стало известностью, мы об этом молимся где-то в Сиэтл и дальше по Америке. То есть, интерес есть? Есть. Особенно со стороны молодых людей? Значит, все еще мы работаем в этом направлении, чтобы именно привлечь больше молодежь. Ввиду того, что прошедшей эти конференции была большая концентрация на исцелении больных, на освобождении от демонов, и больше на втором слове «race to deliver». Первое слово «race», а второе «deliver». И меньше было сфокусировано на первом слове. Сейчас, хотя было, но сейчас мы хотим перетянуть центр тяжести больше именно на воззвании. При сегодняшней статистике, что говорят тысячи, я думаю, что это неправда, закрывается церковь в Америке. И эта статистика закрытия христианских церковь в Америке не страшит мусульман. Когда они растут, а яговистов, мормонов, где они появляются, там быстро растут новые здания, церкви. И осознавая историю, смотря в Европу, что произошло с Европой христианской, это угрожает и Америке, и нашим детям, и нашим внукам. Поэтому остаться равнодушным, закрыться в четырех стенах с таким потенциалом, если говорить о славянах, молодежи, где просто дары находятся внутри церквях и призвание, мы видим нашим долгом об этом говорить, говорить на телевидении, говорить на конференциях, что Бог призывает в служении наших детей, и они способны стать служителями для спасения. Во-первых, я говорил, мы беседовали с тобой, когда ты был, в прошлый раз, о том, что даже показатель твоей семьи, твоих детей, твоих родственников, близких, которые в служении, говорит о том, этот показатель, о том, что твое сердце занято этим. Занято, вот я постоянно из твоих уст слышу такую, не то что скорбь, а тревогу о молодежи, что мы должны делать акцент, акцентировать внимание, как служители уже старшие, состоявшиеся. Не зацикливаться на том своем достигнутом и сверху так глядя на все остальное, вот я уже на высоте, а все-таки болеть за молодежь. Мы-то уже состоялись. А молодое поколение, находящееся под таким давлением, под таким прессом... Информация. Совершенно, все вместе, здесь информация, информатика, все вместе взято, да, от ударения на их делать, ударение на их, не спасать уже спасенных, а как достигать, я заметил по тебе, пастор Василий, я говорю тебе так откровенно, вот, а что ты больше, так сказать, ударение в твоих беседах, в твоих тревогах ты говоришь о молодежи, вот. Потому что, вот, буквально неделю назад в моей семье мы дома имели встречу с молодыми людьми, муж с женой, ну, молодые, под 50-м, вот, и тревогу нам, мне с женой высказывали тревогу. Трое детей, трое, и то все в проблеме, и то в серьезнейшей проблеме, наркомания. Дети верующих родителей. Смотри, Михайлович, и зрители, братья и сестры, для меня самая большая безопасность моего дома, это когда мои дети в служении. Да, приходят в истине, написано, да. Просмотреть сегодня, чем занимаются дети, в каждом кармане лежит весь мир, который сбивает с толку по большому счету. И одни выбирают домашнюю школу, забирают детей, не пускают. А в моем варианте я стараюсь как можно больше моих детей запустить в мир, потому что это и моя надежда. В правом смысле слова это в мир. Чтобы они приводили... Не пустить по миру, а запустить в мир. Да, да, в мир, чтобы они были божьими слугами, служителями. И моих шесть сыновей и одна дочь все в служении. Если бы мои дети не были бы в служении, я бы не пособирал бы их. Я испытал в моем доме трагедию моего одного сына. Он сейчас в служении на полном, ну, фулл-тайм. Но я знаю, что такое наркомания, что такое неспанные ночи. И эта тьма тьмущая, то я не знаю, говорил ли я тебе или братьям и сестрам в телевидении, я уже года два не проповедую. Да, ты говорил об этом. И проповедуют мои молодые слушатели. Действительно, это правда. Ты говоришь, что мое сердце о молодых слушателях, их поднятие, и приготовить их, чтобы они были в правильном учении, обезопасить их от перегибов, от заблуждений, предвидеть. Я должен, как пастор, сам узнать опасности, и до тех пор, покуда они встретятся, их вооружить. И сегодня это то время, когда дьявол своим искусством, он пытается, ну, самими разными, потому что он есть отец лжи. И дух антихриста, сила его в большей степени кроется не в том, что он против Христа, а он вместо Христа. Вот здесь кроется вся опасность. Потому что твой возраст, мой возраст, мы должны сегодня больше заботиться не так, как о том, чтобы светиться на кафедре с микрофона, но приготовить молодых, уже опытных, мудрых людей с правильной базой доктрин, горячим сердцем, чтобы они после нас понесли Евангелие. Пастор Василий, а вот по доктринам. Давай мы с тобой войдем в тему интересную. Она на слуху, и она на злобу дня. Одной из так называемых современных доктрин – это доктрина процветания. И вот я знаю, почему я говорил, какой был интерес в конференциях, и какой был резонанс в конференциях. И до эфира мы говорили с тобой о том, что вот поднятая тема на конференциях, и не только на ваших, но на других. И, скажем, эта тема на слуху здесь – процветать, не процветать. То есть теория преуспевания. Так христианин должен процветать, не должен процветать. А если он процветает, значит, он попадает под серьезную каризму. Второй – кто должен процветать? То есть лидеры или только лишь? Или прихожане тоже? Если о процветании процветаем ли мы только в деньгах, говоря о процветании? Или все-таки Писание другие акценты делает на правильном процветании? Вот поднимаем эту тему. Братья, сестры, слушатели, все слушатели, зрители, кто слушает нас – это очень актуальная тема, вопрос, который сегодня заставляет и раскидывает по разным сторонам баррикады этот вопрос – вопрос процветания. И конфликт встает очень жестким. И во многих случаях называются имена и очень грубым. Касаясь этого вопроса, особенно нашим молодым слушателям, их нужно вооружить библейским взглядом на это выражение, а за ним стоит само понимание и образ жизни, что такое процветание. Я бы начал отвечать на эту тему, что в первую очередь нужно определиться, что такое есть богатство, какая это величина, в каких цифрах можно находить понятие или саму реальность богатства. Что такое много. Что такое много. Сколько много, да. Здесь нужно ответить просто, что Библия нам не показывает этих цифр. Хотя Соломон был очень богат. Богатство это 10 или миллион. Библия как раз нам и не дает вот этой середины. Ну, кто-то скажет, где-то кто-то молился, не дай мне богатства и не дай нам нищеты. Середина. Но что такое середина? Это тоже большой. Два человека посадить вместе и сказать, скажи, какая твоя середина. Он скажет, моя середина вот эта. А другой скажет, и это получится два человека и две разные середины. Знаешь, когда я процветаю, если говорить в рамках нашего служения, я процветаю, когда белые оплачены, когда спутники, так сказать, крутятся, да. Но у другого человека это совершенно другая середина будет. А у другого процветание это купить хорошую машину и уже нож на ветру у него, он на Мерседесе ездит. Или у моей мамы, которой 82 года, ее процветание. И это просто мир на душе и сердце. Вот это вот мне понравился твой ответ. У моих родителей то же самое. Вот. Потому сказать, что такое процветание или что такое богатство, это относительное понятие каждому времени, стране, культуре и каждому человеку. Потому что каждый человек имеет до... до нашей встречи мы заговорили. Я тебе говорил, что у меня в церкви есть женщина, которая убирает дома. Да. И вот у нее не хватает, бывает, денег. Ей не хватает полтора доллара или сколько стоит виндекс, который она чистит окна. У меня в церкви есть другой человек, ему не хватает 300 миллионов, потому что он создает криптовалюту. он представил свой план, он идет там в миллиарды денег, но на данном этапе ему не хватает 300 миллионов. Кто в лучшей ситуации находится? Женщина, которая убирает дома и ей не хватает полтора доллара на виндекс? Или человек, который создает криптовалюту и ему не хватает 300 миллионов на данном этапе? Конечно, что в лучшем состоянии находится, более богатой находится эта женщина, потому что она обойдется без этих полтора рубля и помоет окно водой. Да. Но этот бизнесмен, если ему не придут этих 300 миллионов, это все провалено. И плюс, если у нее есть Бог в разуме, она намного богаче, чем если он не имеет Бога в разуме. Не, ну мы говорим за два христиана, потому для одного человека, ну кто-нибудь скажет, а зачем такими цифрами большими мечтать? Зачем тебе криптовалюта? Или зачем, а зачем, значит, автомобильная, знаете, концерт Телса? Зачем вот Телсе сейчас нужны несколько триллионов долларов, чтобы бизнес не провалился? Но мы не можем людей судить за их бизнес, если они создают Телсу, автомобили и траки, где будет все на электричестве, а не будет дыма, чем мы дышать будем, то, то есть, если этих несколько триллионов долларов инвесторы не вложат, то завалена целая индустрия. Поэтому я не могу моей матери, вдовы и пенсионерки, ее бюджет и середину диктовать хозяину Телсы или, допустим, Боингу. Если Боинг в какие-то времена переживал бедность и не хватало деньги, кто-нибудь скажет, тогда зачем эти самолеты? Ну, я же прилетел в Сакраменто на самолете, и все мы летаем. Потому понятие процветания, понятие денег, богатства, это относительное понятие. И плюс, мало того, что это относительно, мы можем говорить о разных сферах богатств, потому что есть материальная сфера, которая доминирует, этим миром доминирует. Здесь все построено на деньгах. Но если мы переносимся в сферу божественную, в сферу небесного царства, там уже, я хочу выступить в роли некого оппонента тебе, тут мы можем уже говорить о другого рода богатстве. Другого рода богатстве. То есть, я имею... Не связано с деньгами. Дискомфорт, да. Но я тебе буду возражать здесь. Дискомфорт имею в этом. Даже некую дисгармонию, скажу так откровенно, когда из уст начинающих молодых служителей, если мы же так в тему глубоко войдем, вот очень часто, очень часто и так навязчиво, навязчиво с кафедры, даже, возможно, где-то с конференцией, вот такой постулат о том, что вот процветание, процветать, процветать. Вот мы должны процветать. И если говоря о процветании, в основном эти молодые служители, по крайней мере, я на ютюбах просматривал очень многих, ну не многих, но десятку точно просмотрел в устах, а процветание это мани-мани-мани. Смотри, братья и сестры, давайте мы будем честными здесь, в вопросе церковной жизни с Богом, духовной. Есть ли здесь связь с деньгами? Мое утверждение следующее, что нет ни одного ответа, когда мы молимся к Богу нашей нужде, который не связан с деньгами. Бог не может ответить нам, не включая денег. А я знаешь, как молюсь, чтобы Бог восполнял нужды? Нет, давай мы коснемся другого, другого аспекта. Давай, если мы будем честными, если человек обращается к Богу, чтобы Бог простил его грехи, ты думаешь, что люди обращаются, чтобы Бог простил их грехи? Они просят это из-за чего? Потому что их совесть мучает. Это правда. Человек не будет просить прощения, если его совесть не мучает. Это правда. Если его совесть мучает, и он не придет к Богу, он живет на депрессиантах, которые стоят сегодня в Америке на депрессианты за год. Люди тратят миллионы и миллиарды денег. Потом, когда человек тратит деньги на депрессианты, просит у Бога, чтобы Бог наконец просил вину аборта, по ночам женщина видит ребенок, кричит. Кошмары снятся. Кошмары. Она спать не может. И она глотает, она глотает эти таблетки. И когда она приходит, чтобы Бог просил, пастор доводит ее к вере. Она получает прощение. И депрессия что? Уходит. Ушла. Деньги куда? Деньги на таблетки? Деньги в карман. Но в плоскость перенести, перенести это в плоскость теорию процветания. Ну, теория процветания, что ты имеешь деньги. Вся атака деньги, 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 деньги. Но ничего Бог не отвечает нам, что не касается денег. Если мой родственник попал в больницу, 4 недели пролежал без сознания, потом пришел у себя, ему сделали операцию на сердце и еще некоторые вещи, ему пришел и бил 2,5 миллиона. Это правда, это мой родственник. То а если мы просим, чтобы Бог исцелил людей, и Бог исцеляет людей, и мы всегда просим за здоровье. Кого-то Бог исцеляет, а кого-то хранит просто от египетских болезней. Но в данном случае нужно было выплатить 2,5 миллиона долларов. А если Бог по своему обетованию, как мы его просим, чтобы он защитил нас от египетских болезней, и с нами это не происходит, этих 2,5 миллиона идет куда? Нам карман. Стоял вопрос очень просто с моим родственником. Четыре недели прошло, и они сказали отключить все аппараты. Но жена больше десяти детей упала на колени, не отключайте, не отключили, через пару часов он пришел в себя. И они прооперировали, сегодня это отец, 18 детей. Ну так все-таки нашлись 2,5 миллиона? Конечно. Или государство заплатило? Нет. разницы нету, кто платит. Плачено было деньгами или не деньгами? Где-то эти деньги кто-то заработал и заплатил. Но если бы были бы деньги у моего родственника такие, то вся семья и дети сказали бы так, папа, мы хотим, чтобы ты жил, мы заплатим эти деньги. Но эти деньги, тогда если бы мой родственник эти деньги имел бы, то эти деньги 2,5 миллиона остались бы в кармане. Это правда. Но вот смотри, пастор Василий, не говорим мне мы более о мечте, мечте, где ваша сладость? Мечте, мечте. Вот говоря много о процветании, о преуспевании, преумножении, мы больше мечтаем, что мы хотим попасть в ту область, чем мы по-настоящему процветаем. Потому что вот смотри, я общаюсь со многими людьми, со многими людьми, и ко мне обращаются к нам служения очень многие служители, которые на слуху, те, которые отставят теорию процветания, ряд из них, вот к примеру, к слову, и я говорит, ну мы хотим там на спутнике выйти через импакт, другое там проповедовать Евангелие, это я так чисто практически делюсь с тобой. И последние несколько, они учат о процветании, учат о процветании, последние, вот несколько последних служителей обратился, и я говорю, спутники стоят очень дорого. Мы, за счет наших партнеров, мы покроем часть, часть твоего билла на спутниках, для того, чтобы ты вещался. Можешь ли ты найти 15% от того, что мы должны заплатить на спутниках, 15, я не сказал 30, я сказал всего 15. Ты знаешь, что он так скорбно на меня посмотрел, этот сторонник, апологет теорию процветания, и говорит, братюра, ну в этом году нет денег, может в следующем году, кончилось с тем, что мы взяли его на спутник, мы с трудом проплачиваем его биллы. Проясни вопрос. Вопрос в том, и он сторонник, и инициатор теории процветания в своих проповедях, очень яро, все должны процветать, но он не мог 100 долларов найти, заплатить за спутники. Так, не более мы мечтаем, что мы будем процветать, чем мы по-настоящему процветаем. Ты понял мой вопрос или нет? Нет, но мы сейчас на данном этапе не обсуждаем этот вопрос. Мы обсуждаем вопрос такой, что Библия нам говорит, потому что мы определяемся, что такое богатство, что такое процветание. Значит, мы приходим к заключению, что Библия не против процветания, и Бог не имеет своей природы в себе загнивания. Он сам во свете и улица из чистого золота. В каком состоянии мы находимся, какие периоды мы проходим, иногда тюрьмы мы проходим, лагеря, за слово Божье нам нужно страдать, но мы страдаем не из-за того, что Бог по природе имеет в себе теорию загнивания, и Он мучает нас, но Бог не мучает нас. мы решаем сами идти на страдания, потому что нам обещано царство. И наши братья-служители шли в тюрьмы, в лагеря, они из-за того, что Бог их хотел гноить, мучить, они шли, потому что они стояли за проповедь Евангелия Царствия Божьего. Они процветали. То смотри, если это не случается, не случилась какая-то одышка в жизни моего деда, он сидел в тюрьме 10 лет, то тем не менее он все-таки страдал, чтобы Евангелие Царства Божьего проповедовалось моим его сыном, его внуком, правнуком. И вот это процветание. Это и есть процветание. Это и есть процветание. Почему крен в сторону финансов? Ну или это не крен? Нет, вопрос стоит так, что люди, которые идут против процветания, как правило, в жизни своего соседа. Внутри они себе этого не хотят. Они хотят, чтобы в их доме был достаток. Процветание и достаток это совсем разное понятие. Достаток это не изогнивание. Здесь должно быть мы уже с тобой договорились о том, что как такового баланса Библия нам не показывает, чтобы я пришел в твой дом и тебе рассказал, сколько ты должен быть, а ты мне, потому что мы разные. Потому остается, если нет середины, то остается две крайности, или процветание, или загнивание. Ну есть третье, есть третье, это имея одежду и пропитание, будем довольны. Ну довольство это есть процветание. Ну опять же если человек доволен, значит у него есть достаток. Ну оно не обязательно материализуется в мани-мани-мани, оно может быть процветание. значит если... Я вот смотри, я, например, в пять часов утра приехал к родителям. В пять часов утра я приехал сегодня, в пять часов утра. Захожу, открываю дверь, свет горит, я подъехал к их дому, вижу, горит свет. Я на сто процентов я знал, почему горит свет. А ну-ка, а ну-ка пофантазируй. Ну, я приезжаю всегда до восхода солнца, я всегда встречаю восход солнца из церкви. Я в слою в четыре часа утра еду в церковь. Так. И на пять часов приезжают люди уже на молитву, то мне неудобно, чтобы приезжать позже людей. Вот, смотри. Я думаю, что это делают твои родители. Совершенно. И мама, мама нос в нос, ее нос в очки на носу и Библия на столе. Возвратимся. То есть она процветает. Возвратимся к вопросу быть довольным. Значит, если человек недоволен, значит, у него не хватает. Если человеку он доволен, Библия не заставляет быть довольным, не заставляет быть довольным, у тебя ребенок голоден, и Библия говорит, будь ребенок голоден, и Библия фантастически и фанатически заставляет тебя будь доволен. Но мы должны выражать наше желание, приносить наше желание Господу. Если человек доволен всем, значит, он не просит у Бога ничего, потому что Бог ему дал. Не надо здесь смещать акценты. Быть доволен, это значит, что ты не просишь у Бога, у тебя уже это дал. А если у тебя есть нужда, Библия говорит, проси у Бога. Совершенно верно. Почему ты не можешь просить у Бога или работать? Вот смотри, еще закончу мысль. А ведь здоровье связано с деньгами, а Бог освободил от наркотиков, деньги не идут на наркотики, идут в карман. От алкоголя. Деньги идут в карман. Ребенок пошел учиться на доктора. Подходит время экзамена. Он просит у Бога, Боже, дай мне сдать этот экзамен. Ну, мы можем притворяться, Боже, так это не связано с процветанием. Это просто экзамен. Ну, Бога то не обведешь. Бог то знает, что если ты сдашь экзамен, ты получишь работу 50 долларов или 150 долларов в час. Не будешь на 15? Мы можем здесь фантазировать и говорить, да нет, это не процветание. Это всего лишь экзамен. Это всего лишь здоровье. Мы можем говорить, о, это просто, это не процветание, что мои дети христиане и верующие. А ты представь, сколько нужно выбросить денег в тюрьму. На разводы. Это что, не процветание? Какое-то противоречие, вот, к меня возникает по причине вот этого слова. Почему мы вот используем, вот, почему мы внедряем это слово? Мы его более позаимствовали в американской теологии и доктрине, чем в библейской. Оно пришло сегодня, нет только от него куда деться. Как пришло слово телефон. Мы не можем теперь этого слова изучить. Ну, нету этого слова в Библии. Смотри, вот, 28-е второзаконие, знаменитое. Если будешь слушать Господа Бога твоего и перечислять, если, 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 будешь ты благословен в поле, будет благословен вход и выход твой, будешь благословен ты на поле, будешь благословен... То есть, там ударение, Писание все-таки делает на богопочитании более, чем на мани-мани-мани. Хотя, 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 когда... У нас есть масса партнеров, которым мы сердечно... И все мани-мани. Нет, вот, у нас масса партнеров. Когда мы обращаемся раз в несколько лет, я обращаюсь, я на импакте говорю о деньгах раз в несколько лет. Наверное, вы говорите в церкви каждое воскресенье, да, чтобы люди жертвовали? А... Ну, без этого нельзя. Ну да, церковь не будет жить без денег. Ты знаешь, я делаю, я имею, я могу позволить себе это только раз в два года, говорить о деньгах. И когда я обращаюсь к зрителям, когда я обращаюсь, я никогда их ложно не обманываю. Я не говорю, жертвуйте на импакт, и вы начнете так процветать. А я обычно так говорю, что вы участвуете в делах благовестия, проповеди Евангелия. Вашего не убудет. То есть, я... Ну, тут ты уже говоришь. Да. Ну, тут и говоришь. Ты обещаешь. То есть, если мы баланс будем держать в том, что мы ложно не будем обещать. Вот пожертвуй тысячу долларов, и завтра срога изобилия на тебя с неба свалится десять тысяч. Это же обман. Вот смотри, пастор Василий, по ходу, как ты интерпретируешь из уст, произнесенные проповедником, известным в Украине, известным? Пожертвуйте тысячу долларов, и те, кто будут жертвовать по тысячу долларов, я буду за них молиться. Где мы находимся во времени сейчас? Мы нормально. У нас еще... Нам не стоит ли сказать, что у нас конференция? Да, да, да. Мы во время... Друзья, пастор Василий Пархатюк со мной в эфире. Трай-сити. Прекрасная Трай-сити. Пасха. Пасха, да. Итак... Шестое, седьмое, восьмое апреля. 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 Шестое, седьмое, восьмое апреля конференция Race to Deliver. To Deliver. Будет происходить где? В Пасха на нашем hungrygeneration.net. Hungrygeneration.net. Информация, да. Адрес... Вы приглашаете всех. Приглашаем всех. И будет молитва за исцеление. Посмотрите, пожалуйста. Вы можете увидеть исцеление и освобождение. Мы не говорим, что... Всем. Христос зашел в купальню в эфире, одного человека исцелил. Но... Если даже один получает исцеление, но... Что вы хотите Jesus Christ сделать для вас? Heal me whole. For the salvation of your soul. Always. After your healing, you follow Jesus Christ. Yes. In the name of Jesus Christ. Yes. Be healed. Yes, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. In the name of Jesus Christ. Stand up. Walk. Hallelujah. Lose it. Lose it. Lord. Thank you, Lord. How do you feel, sir? Oh, I feel good. Yeah, praise God. Thank you, Jesus. Тяжесть этой конференции возлагается в большей степени на то, чтобы поднимались люди для проповедник, для проповеди Евангелия, где спасались бы люди. Это самое большое чудо. Все воскресшие из мертвых опять умрут. Да. Больные опять больными. Здоровые исцеленные потом заболеют и обычно больными помирают. Мне нравится твой здравый подход к этим вопросам. И в прошлых эфирах мне нравилось, когда мы говорили, беседовали с тобой. Ты ложно не обещал. Давайте вот приходите. Нет. Приедет Билли Грейм и возложит на вас руки, махнет на вас руку. Просим у Бога, чтобы Бог дать мне. Очень правильно. Вот в это воскресенье выходит свидетельствовать молодая девушка. С 16 до 24 лет она покаялась, Бог ее истил, и в позвоночник каждый месяц докторик кололи от этого докопчика. Лекарства. Кололи это самое лекарство, боли невозможные. Вот с 16 до 24 это получается 8 лет. И просто вот так во время молитвы исцелил Бог все, она выходит, говорит, месяц уже не... Это постоянные хиропрактики, это постоянные больницы. А другие, бывает, не исцеляются. Хорошо, друзья, если есть у вас возможность... Поэтому 6, 7, 8 апреля следите, если есть возможность приехать, поинтересуйтесь, позвоните, запишите. Будет много молодых людей. Я так понимаю, будут американцы. Будут на английский. На английском. Так. Хорошо. Сколько у нас времени? У нас еще 20 минут. 20 минут. Друзья, небезызвестное заявление, к которому я не имею ничего общего. И как можно это объяснить, чтобы сгладить между пастырами, церквями, противостояние. Друзья, я тот человек, который много слежу за христианским миром, и в том числе за оккультным. Это правда. Я подтверждаю. И в том числе за оккультным. К нам приходит много людей, неверующих. Большому сожалению, неверующие люди больше знают о духовном мире, о духовности, духовных проявлениях, верят в это, чем сегодня стало это практикой и пониманием в церкви. Мир никогда не был более духовен. Это неправда. Церковь должна быть более духовна. По какой причине это получается наоборот, это наша проблема. Продолжаю. Когда приходят люди, неверующие в церковь, очень часто они жалуются. Помолите за меня. У меня есть постоянный финансовый обвал. Я говорю, а зачем молиться? Надо работать, надо учиться, надо не быть лодорем. И выдерживать принципы сеяния. Нет, говорим о неверующих людей. Даже неверующих. Я даже неверующих говорю. Ну, смотри. Значит, неверующие люди знают то, что написано в Библии, и я не читал, что дьявол есть вор, убийца есть вор. Что дьявол ворует? Он ворует все, что связано с деньгами. Здоровье, мир. Все вопросы в материальном нашем мире, наши проблемы в конце сводятся к деньгам. За все нужно платить. За больницу. Ну, за все нужно платить сегодня. Потому, если дьявол есть вор, они приходят в церковь и объясняют пастору, и говорят, помолись за меня. Значит, он осознает, понимает, что где-то в духовном мире на постоянной основе у него идет обвалы. И он понимает, что это не просто то, что он лодорь. Он пашет до умопомрачения. Это правда, что они знают, что есть три вида денег. Это один вид денег – это легкий обманом, воровством и всякой кривизнами. Другой тип денег – это есть в поте лица тоже до умопомрачения. работоголики. И более истинное понятие о деньгах – это Бог говорит, Он есть Дух, и Он говорит, Мое серебро и Мое золото. И в это духовное понятие был низвергнут дьявол в мир сей. И то, что было Божье, и люди Божьи, творение Божье, не спал в сильной ярости дьявола. Духовен. И это правда, что он касается денег, и деньгами двигаются сегодня грех и всякие законы, однополые и так далее. Потому, если кто понимает деньги как Божьи деньги, Бог есть Дух, и что деньги могут иметь духовную подоплеку, если в духовном мире будет сказано «нет», как ты говоришь в второзаконии, то будет «нет», а если будет сказано в духовном мире «да», то будет «да». пришла женщина к Елисею, к духовному человеку по поводу денег, долгов мужа, и все было заблокировано. И она не пахала, и она не открыла своей компании, а в духовном мире было сказано слово. Духовный человек сказал. Но как в том мире древнем люди шли к духовным человекам, людям за нуждою, в нужде, когда пропали большие деньги у Саула, Киса, волы, это деньги, пропали, и все, волов нет, то есть ослиц нету, то решили обратиться к духовному эквиваленту понятию денег пророку. Но как мы обратимся к пророку, нам нету чем ему заплатить. Скажут сегодня люди, а зачем платить пророку? Ну, я не знаю, надо пророка спросить. Ну, нащупал слуга Саула деньги, сказал, ну, у меня есть деньги, мы можем прийти к пророку. А кто-нибудь скажет, что на Христа, зачем было выливать ему драгоценное масло, годовую зарплату на ноги? И оно сплило все на пол. А что не видно, что дети умирают из голода? Ну, здесь это в контексте надо брать. То есть здесь... Ну, можно оправдать, что это погребение, но... Потому что некоторые злоупотребляют этим местом. Некоторые проповедники злоупотребляют этим местом. Давайте мне, давайте мне, вот, давайте мне, возливайте на меня. Давай так, мы не будем брать крайность, потому что мы говорим сейчас о Библии. Ну да. Крайность... То есть о принципе. Мы говорим о принципе. Была просто предложенная идея гуманитарная Иуды просто позаботиться о бедных. Потому что есть духовные взгляды Божьи в духовном мире. Потому я не знаю за мотивы мотивы Мунтиана было ли был ли это разговор о деньгах легких, воровских и обманных. Был ли это мотивы о деньгах тяжелых или к этому приходили люди, которые понимают истинное положение ценности денег. И слагали богатство на ухо пост. И люди приходили приносили тысячу долларов, потому что одни идут к колдунам, просят за деньги. И это вполне работает. Это я знаю эти вещи. Я не говорю с потолка. Колдовской мир работает по полной программе. Потому а с каких пор духовные братья, с каких пор Евангелие перестало являть духовность? с каких сейчас целое движение, что все духовные проявления остались в истории со смертью апостола. Это неправда. И Дуся то сегодня больше не действует. Это неправда. Но это неправда. Потому что касается Мунтьяна, я не знаю деталей, но если это не Мунтьян или другой, в библейской практике это место имеется, что приносили деньги пророка, это было на протяжении всей истории, приносили дары пророка, чтобы духовный человек в духовном мире совершил молитву. я с этим не имею проблемы. Моя проблема заключается в том, что исходя из горького опыта, который мы имеем в Украине и даже в Америке, исходя тысячи, десятки, сотни тысяч людей, христиан, они оказались обмануты. Вот в чем моя самая большая проблема. Смотри, мы сейчас говорим не о моментах, мы говорим о принципе Библии, то, что люди могут превращать библейские истины, использовать их для собственной живы, гордости, надменности, обманывать, мы об этом сейчас не говорим, потому что этого полным-полно. Мы говорим, что Библия об этом говорит. И имеет ли право кто-нибудь поступить по Библии? И будет ли это правильно? По Библии это правда, что Бог стоит за достаток, что Бог не хочет, чтобы люди бедствовали. Но если к достатку иногда путь лежит через бедность, через страдание, если идет путь к победе, стоит через тюрьмы, лагеря, людям нужно проходить на Ближнем Востоке среди мусульман, грабеж. И расхищение имения принимали с радостью. Почему? Потому что они взорали на воздаяние, потому процветание не должно рассматриваться сиюминутно или только в моей жизни. А почему ты не должен рассматривать Божье обетование в комплексе и даже вечность? Потому что мы же только на земле в физическом теле, но там же есть душа и дух вечный. Почему мы должны ограничивать Божье обетование, если ты мне сейчас не дашь? Я все закрываю с тобой. Вот в этом разрезе я с тобой на 122% полностью согласен. Мой основной жизненный кредо, библейский духовный давайте и дастся вам меру полную утрясенную и мы не можем на основании что кто-то где-то перегнул это перестать это проповедовать. Если кто-то там с пастырей злоупотреблял злоупотребляет это не может отменить Божье слово. Ты учишь молодых ты много работаешь с молодыми служителями ты говоришь что в основном они проповедуют ты учишь их как уже убеленный опытом но еще не особо сединою но ты учишь чтобы они не позволяли себе искажений в этом отношении естественно я как раз иду впереди их я стараюсь пробить все вот эти скандальные темы сейчас и глубоко изучить это прежде всего сам чтобы им представить и предохранить чтобы они не хватали обочины это как раз моя есть задача я очень внимательно и я учу чтобы они вот допустим есть просто незначительные такие выражения вот кто-то учит что вы боги только вы с маленькой буквы но что оно дает ты просто вызываешь на себя нарекания а выигрыш из того что вы боги с маленькой буквы это просто слово которое дразнит людей которое вызывает на тебя противника ты потом не пробьешь эту оппозицию и ты завалишься моя задача молодых служителей вот смотря на традиционное христианство доктрины заранее узнать об этих крайностях чтобы найти правильную середину здесь и учить чтобы они постарались служить миром любовью и не упадали в эти крайности здорово здорово я в целом рад сколько у нас еще минут во первых мы снова сделаем анонсировку по конференции друзья конференция race to deliver снова ежегодная конференция в этом в этом году она пройдет в пасху это из вашингтон это там где трай сити в районе спокена приглашаем мы все она будет 6 7 и 8 это трехдневная конференция вы кстати с жильем как вы решаете эти вопросы люди должны заказывать жилье сами понятно то есть регистрация есть на вашем сайте есть регистрация кто хочет побыть на молитве за исцеление за освобождение нужно зарегистрироваться тоже зарегистрироваться выйти на наш веб-сайт hungrygeneration.net поэтому пастор Василий у нас несколько минут у нас есть три минуты три минуты пожалуйста твое обращение к зрителям все что у тебя на сердце где моя камера у тебя вот несколько камер вот это вот это здесь 5 камер поэтому наверное на вот это вот и обратись друзья разговор который сегодня произошел в этой студии касается всех эта тема не должна страшить что она такая страшная и должна противопоставить церковь против церкви пастора против пастора или конфессия против конфессии это легкая тема здесь не нужно так довести друг друга обзывая и оскорбляя Библия дает простую легкую легкое объяснение Бог наш есть Бог добрый это его природа и если нам приходится проходить иногда к этому доброму Богу нелегким тяжелым путем это не меняет его природы он никогда не будет думать иначе как добротой к своим детям потому передайте эту передачу пусть посмотрят еще много людей я думаю что мы с братом Юрой пытались максимум ответить на эти спорные вопросы я думаю что мы служили миром чтобы баптисты пиесятники харизматы кто как кого назвал или их назвали в конечном итоге мы есть дети Божьи это самое высокое название желаю благословения Михайлович ты может закончи сам да конечно спасибо вот мне на сердце положилось место из писания апостол Павел по моему послание к Колоссянам второй главе он говорит отсутствие у вас тела но духом находясь говорит я знаю и слышу что у вас все благопристойно то есть видя ваше благоустройство и твердость веры Господа Иисуса Христа я радуюсь всему видя ваше благоустройство и твердость веры радуюсь всему поэтому основное для христианина основное для нас для служителей особенно особенно это на тех на которых очень возложено много такая большая ответственность можешь ли ты сказать что Евангелие Иисуса Христа это не есть деньги если если смещается Евангелие на деньги а не на спасение души это уже не Евангелие очень правильно очень правильно ремарка очень правильная ремарка поэтому мы совершим короткую молитву мы благословим вас друзья чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем говорит Писание как преуспевает ваша душа будьте благословены и в материальном чтобы Бог вас благословил я всегда молюсь на наших партнерах каждый день молю чтобы восполнял нужды святых восполнял нужды и добавляю всегда к этому добавлю по богатству благодати когда его богатством его благодатью мы процветаем там существует полная гармония потому что как мы говорили это в комплексе это в букете целом там нету крена там нет обочины оно красиво оно там есть гармония там ты не видишь детей просящих хлеба там ты не видишь стариков на улицах с протянутой рукой это уже это царство Божие на земле если даже и есть короткие периоды совершено то это не меняет Божьей природы не меняет не меняет мы согласимся в молитве пасторам мы с пастором совершим у вас молитву чтобы Бог и физически вас благословил если вас какая-то болезнь мучает чтобы исцеление просто божественное исцеление сегодня если есть недостаток в финансах чтобы Бог восполнил по богатству чтобы вашего не убывало не умолялось не уменьшалось но увеличивалось из этого того что увеличивается что Бог набавляет добавляет наливает увеличивает умножать чтобы и нуждающимся могли уделять ради этого мы живем поэтому мы соединимся с пасторством Господи мы благословляем каждого из наших дорогих зрителей Господи мы сказали слово мы беседовали Боже но духом твоим святым пусть это слово оно будет оно будет посеяно в правильную почву Господи пусть твой народ процветает божественным твоим процветанием библейским евангельским духовным правильным процветанием не искаженным но правильным божественным и сверхъестественным во всех их сферах областях во всех ситуациях во всех обстоятельствах благословения благословениями твоего неба мы благословляем во имя Иисуса Христа аминь помните Иисус Христос любит вас мы также любим вас будьте благословены оставайтесь с нами на импакте еще раз фастер Большое спасибо благословения 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословения